Всем привет, дамы и господа. Мы продолжаем. У нас появились новые «Мстители». Это «Чародейки» 13 серии. Спасибо вам большое за то, что рисуете такие прекрасные картинки для обложек. Вы посмотрите, как преобразился второй сезон. И наши обложки, все благодаря вам. Одна лучше другой. Но я не буду сравнивать, потому что они все по-особенному прекрасны, как и вы все. У нас сегодня продолжение. Нериса сходит с ума. И я хочу сегодня посмотреть, как именно. Потому что все, что она делает, заставляет меня волноваться за свою жизнь. Я серьезно переживаю, потому что каждый персонаж буквально может быть нерисой. Это выходит уже за все... Кто-то написал, что это ты нериса на самом деле. Вполне себе. Вот и сука. Так, ладно. Это я нерис. Не стыдно вам? Такие комментарии писать. Цветы? О, ужас! Все ее подружки. Это умершие стражницы. Подружки ее все мертвы. Там осталось только аналог Корнелии и еще кто-то. Все остальные все. Или от старости умерли, или по несчастному случаю. Это, кстати, не аналог Корнелии. Это, по-моему, стражница огня. Да? Там нам написали в комментариях, что... Я тоже прочитал, но я забыл. С большим хвостом это земля... А, вот это эффектная, да? Да, да, да. А та, которая... С хвостом амазон. Та, которая светлая, это, кажется, огонь. Да это что? Да. Ну, короче, не помню точно. Прости, что так долго, Кэссиди, подруга моя. Кэссиди же это та, которую якобы убила Нериса, но возможно там все не так однозначно. Если Нериса сейчас поднимет свою бывшую подругу-сослуживицу из могилы, я просто сегодня... Охренеть! Ох, какая жалость. У меня важное дело, и стражницы не должны мне помешать. Я смогу их отвлечь, по крайней мере, Уилл. Ненавидит меня или нет? Ненавидит или нет? Зачем гадать? Ее ненависть очень сильна. Что заставляет их мыслить? Ведь это... Что это? Потому что в одном случае она делает на базе человека, животного. И там может поменять... Какие-то моменты ведь сохранились, потому что он, видишь, переживает за эту крысу. Да, они заботятся друг о друге. Это очень забавно. А с другой стороны, он знает, кто такая Уилл. А с другой стороны, он ее тоже ненавидит и хочет ее убить. Очень странная история. А все остальные персонажи сделаны из всех базовых элементарий. Там можно сказать, ну ладно, она сделала и сознанием их наделила. А здесь наделила сознание. А здесь поменяла как будто сознание. Не поменяла, а добавила. Отчасти, да. Реально воскресить кофе. Критенция. Ты угораешь? Нериса. Ух ты, жутко выглядишь. Она ее вернула из мертвых? Ну, не ее, а ее бездыханный дух. Ну, все равно вернула из мертвых. А тело ей? Нериса какая-то прям очень сильная. Нет такого ощущения? А что если... Где она понабралась ему этому? Что если Нериса реально хочет заглотить все свои грешки? А что если эта Кэссиди была сукой? Мы точно знать не можем. Может быть... Нам не рассказали. Нам рассказали только со слов... Как со стороны это выглядит. Да, это не белый камень, я уже выучил. Кондракар сучи. Все, я запомнил. Тот небесный город, а Рашку Цун вот этот, это все Кондракар. Я запомнил. Но реально нам не показали историю этой Кэссиди. Да, мы знаем только как со стороны, как было на самом деле. Надо еще у Нериса спросить, как все было. Возможно, ее версия будет отличаться. Нет, было бы, конечно, классно, если бы так... А вот и моя история. А вот и заставка. А вот и заставка, да. Подвластны нам и пламя, и вода, и воздух, и волны лихой прибой. Открыть себе талант, никогда не поздно. У Ирмы? А, у Тарани? Тарани сама зажгла свой дурак. А, а, не знаю. Что за тайна такая? Как мы сильны, дружны, не трогнет рука. Все, наверное, будет внимательный сценарист, у кого еще нету персонажей. Походу, все эти... Брат, когда-то появляются так. Ну, эти все... О-о-о-о, нет, эти укрыли какие-то. Стой, 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 подожди, подожди. Нет, нет, все было, все было. А что, вот видишь, там какой-то... А, все-таки кто-то есть с усами. Я тебе говорю, вот крысеныш, кто это за крысеныш? Вот этот, ну, он там был, я помню что-то. Вот старая стражница, которая по центру. И пятеро здесь? Нет, не по центру, наоборот, которая светлая. Я посчитать не могу. Вот светленькая, да? Вот эта старушка, она, я так понимаю, маг огня, да? Да, маг огня. Ну, блин. Ну, короче, не суть, все, ладно. Так, ну, эти псы уже все, они уже потерялись. Все, гинь, ублюдки. Эти все, знаем, милиция. Не, ну все, всех увидели. Ну да, по сути, больше не будет каких-то новых персонажей. Значит, они будут с ними чуть-чуть. Ну и отлично, ну и отлично. ЧАРОДЕЙКИ М, значит, милосердие. Мэтт? Попали. Потрясающе. Мне так радусь, когда они попадают, правда. Не получается по алфавиту все равно идти. Идея-то была идти по алфавиту. Да как бы ты ни хотел, не получится. Так они по алфавиту идут. По алфавиту латинского. А, ну да, да не, ну это совсем перебор был бы. Уилл? Мэтт, Мэтт, где же ты? Я здесь. Автор сценария Джон Вайсман. Ты хоть раз слышала, чтобы автор сценария Джон Вайсман был озвучен? Нет. Это что за самодеятельность у вас тут появляется? Мы его не знаем, не надо нам в середине сезона. Прикинь, он всегда был, я его не помню. Хоть бы раз приснились единороги. Понимаю, ужасно, что я нашла мужчину, с которым счастлива. Ты так счастлива, что говоришь, как в плохой мыльной опере. А, кстати, еще напомнили историю Уилл и этого усатого хер. Да потому что он постоянно до нее докапывался. Ну, не Дюша прям докапывался. Какой шо себе? Ну, там, почему все равно к директору вызовет. А, она как-то на уроке ушла. Еще в первом сезоне он все время ее за оценки гонял. Короче, отчим такой себе. Ну, серьезно, я сейчас думаю, я на месте ул. Опять же, это моя любимая стражница. Я представляю, как я девочка. Нравится мне об этом думать. И вот у меня вот такой отчим с усами. И я просто бы с ума сошел. Во-первых, он еще не отчим. Он не пришел и не живет с ними. Мать просто с ним встречается. Я понимаю ее недовольствие. Она вполне может, обязана. Ну, то, что обязана. Ну, типа, это нормально, если она придет к матери и скажет, что мне этот чел не нравится. Но, типа, запрещать, прям говорить, ты не будешь с ним встречаться. Таран так и не говорила. Говорила. Ты помнишь? Я не помню. Как будто я... Ну, я могу ошибаться. У меня, может, все перепуталось. Но она как будто прям запрещает. И когда она узнала, что мать в тайком встречается с ним... Но там я это понял как. Потому что она дочери говорит, что ничего, это ей нельзя вообще в этом мире. Сиди и слушайся. Нет, нет, недовольство Уилл матерью абсолютно понятно. То есть мать ей сама говорит, типа, не врать, а сама врет. Тут понятно. Но она сейчас, она не против. Она не против, просто она такая... Какой мерзкий... Ладно, я могу ошибаться, Но в какой-то из серий я прям почувствовала какой-то со стороны Уилл, типа, ну, запрет на отношения именно с этим чуваком. Могу надумать. Мало ночных кошмаров. Они теперь и днем. А мне приснились единороги. С возвращением, Кэссиди. Долго я спала? Сорок лет. Я так молода? Ты жутко постарела. Тратишь свои силы ради власти. Бедняжка, тебе пришлось жить в этом невозможном мире, пока я... Прости за роль, что я сыграла в твоей трагедии. Простить тебя? Ты будто просишь прощения за то, что наступило мне на ногу. Но там, где я была, ни на кого не держит зла. Я хочу обратно. Кэссиди, я оживила тебя не ради извинений. Мы с тобой были стражницами, и я обязана показать тебе все, что ты пропустила. Познанный рис для меня. Не приму отказ. Ты отправишься на землю с сердцем Меридиана, и все пойдет по плану. Тебе же лучше. Ты печешься обо мне, а отказаться я не могу? Да уж, загрубный мир просто курорт. Она говорит голосом... Халин. Халин. Да-да-да. Ничего не понятно. Я еще ничего не понял. Вообще нет. Я, с одной стороны, подумал, что она вообще злодейка. Это она все спланировала. Да-да. А потом... Нет, вроде действительно, Нериса ее убила. И она... И она действительно где-то там в раю каком-то, где все друг друга любят, сейчас спустилась. Насколько ей этот рай не нравится, да, хочу обратно. А куда она хочет обратно? Туда? В этот... Нет, я так поняла, что сюда. Я сначала прошу на землю. Так ладно, давайте смотреть. Дверь закручу. Что у него все происходит? Между прочим, это классический для него день. У нас пару раз было, когда у него все сбегали из клеток. Я думаю, эта ситуация была следующим. Он больной уже человек абсолютно, старый дед. Ну, не в обиду ему сказано, он просто старый. Это нормально, когда ты от возраста не начинаешь... Ну, забываешь, как выглядят твои родственники, выходишь без штанов. Ну, короче, обычные будни. Обычные, да. Вот. И ты такой всех ночью в клетке повыпускаешь, и такой... Ой, поебчачки, мам, летите на свободу. А утром тебя накрывает сознание твое, в котором ты привык находиться все остальные годы. Такой ужас, что происходит? И вот тебя делит. Представляешь, твой Паркинсон и все, что ты нажил раньше, личность. Дедам быть сложно. Это ты? Эй, мистер Олтон, вам помочь? Если тебя это не затруднит. Как они сбежали, мистер Олтон? Я не понимаю. Я сегодня такой рассеянный. Ну вот, вот. Я тебе говорю, у чувака просто от старости мозг поплыл. Опять же, это нормально. Мы все проходим этот путь. Будьте уверены, вы тоже станете больным и старым. Возможно, не самым лучшим человеком. Но это-то вы не перестанете быть хорошим человеком сейчас. Ты знаешь, почему? Что? Ничего. Знаю. Ты получила письмо от Мэтта? Правда? А мы получили. И его родители в шоке. Я думал, что он... Постой, я сейчас прочту. Дорогой дедушка, я уезжаю в Голливуд. Говорят, что там каждые пять минут создается новая рок-группа. И я знаю, что в следующей буду солистом. За мистера Хагглса не беспокойся. Он со мной. Береги себя с любовью, Мэтт. Да, почерк его, точно. И он уехал, не простившись. Не сердись на него, дорогая Вилл. Иногда молодым людям надоедает учеба, работа. И его девушка. Не хочется тебя расстраивать, но ты ему надоела. Я чувствую, что мне уже тоже. Уходи. Ведьма. Мэтт оставил меня в расстроенных чувствах. И без помощи. А тебя, случайно, не интересует временная работа? Да, я согласна. А может, ты сначала спросишь у мамы? Я просто скажу, что нашла работу, на которой счастлива. Хорош, хорош. Молодец. Мистер Олсен. Что, Вилл? О, боже. Первый день прошел прекрасно. Я ж он сделал просто. Выкинул. Сука. Еще раз откроешь клетки. Еще раз откроешь клетки. Спасибо. И правда. До завтра. Бедный дед. Мистер Олсен. Мистер Олсен. Вы целы? Это было как в тот раз, когда я попытался постричь когти у Ротвеллера. Вы рассмотрели его? Нет. Бандит был в маске. Мой пляж. Любимое место. Удивительно милый и совершенно прозрачный жест. Даренному пляжу в зубы не смотрят. Соскучилась? Конечно. Так хочется ощутить ступнями песок. Даренному пляжу в зубы не смотрят? Там же весь смысл был в коне. Да. У пляжа не было бы. Очень странно. Даренному пляжу в песок не смотрят. Даренному пляжу в кварц не смотрят. Волны. Воздух плавать, плавать и плавать. И может поцеловать пару спасателей. Все это может быть, если ты скажешь, что хочешь жить. Тебя это, наверное, удивит, но я отказалась от радости мира. И потом, я знаю, что это ловушка. Я так долго берегла душу, что теперь не продам ее. Какая-то мутная история. Очень мутная история. Что-то здесь не чисто. Во-первых, я вообще офигеваю, что тут мы работаем с призраками, которые умерли 40 лет назад. Мы прям с ними работаем. Да, это прям персонаж. Это прям персонаж. Уж умершая девушка. С ней прям диалог. И она еще, более того, осознанно пытается противостоять не рис, не будь сотрудниче. При этом, при этом она не прямо агрессивно к ней настроена. Типа, ты меня убила. Ну, за 40 лет. она что-то сказала, что, типа, ты как будто мне на ногу наступила. Ну, вот это вот. Ну, это было такое. Я бы так не разговаривала с человеком, который меня убил. Ладно, что она не хочет в наш мир, а хочет обратно туда. Ну, да, да. В рай для стражниц. Я не очень-то рада, что ты работаешь в районе, где грабят. Хорошо, мистер Олсон позвонил. Да, своевременно. И, кстати, завтра вечером у нас с тобой ужин. Будет мистер Коллинз. Что? Раз мы с ним встречаемся, ты должна смириться. Каждый день вижу его в школе. Это и так пытка. И потом, я получила душевную травму. И вообще, я, я. Вилл? Вилл? Что это? Нужно везти тебя в театральный кружок. Ну, хорош, Язвы такие, мне все равно нравится за ними наблюдать. Да, да. Но когда ты видишь учителя, которого ты видишь каждый день, я сейчас представляю так, какого учителя. Да, с учителем, конечно, я могу понять его. Это реально скромно. К сожалению, все учителя из моей школы женщины. Если бы моя мама привела домой женщину, ну это... Почему мама? Ну, папа? Да. Ой, нет, ты чего, ты чего, я потерял бы родителей. Не, серьезно. Я бы сразу как можно любить такую женщину? это, я знаю, это была биологичка. Кровь и говно. Вот просто человек, вот он воняет всем фибрами, вся душа прогнила, испортилась в дырках, на зиме ее астральное нутро разлагается на глазах, она смотрит на тебя, прожа, рассказывает и не подозревает, что о себе. желаю счастливого пути на городскую свалку, эх, и не рассыпься по дороге. Бабуль! А он может, а он может превращаться? В кого? Я сначала подумал, что он взял использовал ее образ, чтобы скопировать его и переместиться к Хайлин. А, да? Ну, они используют эти штуки для, ну, то есть сразу... Они используют их для перемещения. Это вроде телепортации, то есть похоже на телепортацию. И они, ну, в общем, они и других тоже персонажей могут таким образом телепортировать, потому что Кесседи даже как-то она Кесседи, Кесседи. Мне кажется, бабушка разве не сама сейчас телепортнулась? А, она же и сама может. Поэтому и плохо. нет? Проблемка. Меня чуть в помойку не бросили. Мне показалось, это Шеган. Но зачем ему мистер Олсен? Может, не любит стариков? И не только стариков. я уверена, что вчера он напал на моего брата. Это всех коснулось. Мама сказала, что ее чуть не сбила гигантская птица. Да, все очень-очень плохо. вау, это жутко просто. Этот Шеган. Это реально очень страшно. Кто-то в комментариях сказал, что любит Шегана. Но вынесли такие преследования. Вы просыпаетесь среди ночи? А там в окне ваш Шеган, любимый. Жесть. Лиллиан сумела рассмотреть Шегана. Описала его до последнего перышка. К счастью, предки убедили ее, что это кошмар. Он подстать кошмару. Он стит нашим близким. Даже Фобос не опускался до такого. Ненавижу. Мы тоже. Но именно этого он и хочет. Я знаю, да. Он питается ненавистью. Он от нас не отстанет. Как мы поступим? Ты ужинаешь с мамой. пиццы с учителем, когда в городе Шеган? Ну, нет. Даже если следующая цель твоя мама... Как пиццу вилл? Пропал аппетит. Хватит. Мы будто не за столом сейчас сидим, а на бомбе. Одно движение и взлетим на воздух. Бомб. Раз я порчу вам вечер, зачем было звать меня на ужин? Раз ты здесь, то зачем портить всем настроение? Вы, похоже, гораздо больше, чем кажется. Хотел сделать комплимент. Ну, реально, с одной стороны, да, попытки примирения, ну, как это может помочь? Это не примирение, это наоборот, как-то познакомить, сблизить. Ну, я не то слово подобрал, сближение. Его же надо начинать как минимум с матери. Чтобы она сблизилась сначала с дочерью. Да. Да, согласна. И только потом как-то сближаться с этим мужчиной. Ужасно. Ужасно даже звучит. Сближаться с усатым мужчиной. ну, в смысле, налаживать контакт. Налаживать контакт. Это все равно отвратительно. Я считаю, что там ничего не выйдет. Ну, вот это ты так считаешь. Возможно, мама Уилл так не считает. Ей нравится этот мужик, она хочет с ним строить отношения. Ужасно. Но защищать ее... Шеган! Вилл! Вилл! Где же ты? Белл, рыцарь, Ничего себе! Он спас ее, рискуя свою жизнь. Может быть, он не такой? Он все равно Уилл будет двойки ставить и отводить ее к директрисе. Это не делает его еще хорошим человеком. Спасите! Спасите кто-нибудь! Стражницы! Вперед! Мы едины! Дин! Держись! Любопытно, что она говорит одну и ту же фразу, даже если подружек нет рядом. Да, да, это как фраза, которая превращает их. Стражницей мы... Я одна, единая, я едина сама с собой. Семью чур не трогать! Но! Это ведь верный способ разозлить тебя! Дорогая Уилл, прости, что не напал раньше. Но я лечу в Хезерфилд. Говорят, что там каждые пять минут создается новая группа злых рыцарей, и в следующий я буду солистом. Ну, он типа как бы перефразировал фразу, которую оставил ее парень, забыла постоянно, забывая, как его зовут. А это он написал? Ну, конечно. Ну, не риса его превратила, а уже он пришел и оставил записку для родителей. То есть он осознает, да? И почерк у него остается? Да, это же он. Насколько остается? Вот, непонятно, насколько, но это он отчасти. Это строчки из письма Мэтта. Подделать почерк Мэтта не так трудно, как ты думаешь. Где Мэтт? Что ты сделал с ним? Жестко. Нет-нет, слишком просто. Мне нравится наша игра, и я не собираюсь ее прекращать. Поскорее бы второй раунд. Дин! Жесть. Ну, это реально жестко становится. Это почти взрослый из... Взрослый мультик. Почти. Да, слушай, это реально... На кончиках пальцев. Он ее, типа, доводит психологически. Это круто. Ну, в смысле, что не просто так, я убью тебя, или там, я напитаю свою ненависть, и он прям ее доводит до полной... Без всяких этих фразочек, я там тебя... Я понимаю, я понимаю твой восторг. Я его полностью разделяю. Я упаду! Нет! Я удержу тебя! Но это правда героизм. Я считаю, я считаю, что человек, который не занимается физической подготовкой... Поднять человека одной рукой... На последнейшую, только на одну волю. Есть же идея о том, что мы свои физические резервы где-то там храним, и только когда нужно можем поднять вес до 200 килограммов, были случаи... Ну, правда, после этого ты будешь лежать очень долго и умирать от разрыва мышц. Ну, типа на адреналине очень много можно сделать. Что-то была история, когда человек смог поднять 230 килограмм, при этом никогда не занимаясь. Ему камень, короче, привалил ноги, и он смог его отодвинуть. Не помню, как это произошло, но камень отодвинул. Что это было? Это что-то взорвалось? А вы видели огромную птицу? Ты что, птица? Мама! Вью! Ты нашлась! Это городская больница, детское отделение. О, кажется, раньше ты мечтала стать педиатром. Да, и еще я мечтала съесть зефир размером с Юпитер. Где мое гигантское лакомство? Жаль, ты не можешь утешить детишек. Помочь им. В тебе столько сострадания ко всем живым существам. Только я-то не живая. О, но ты можешь ожить, признав, что ты этого хочешь. Не хочу. Ведь живые люди злые. Она будет ее водить по всему. Ты посмотри, что ты теряешь. Это все может быть твое. Зачем она ей? Зачем она ей? Это не отпускает меня. Это говорит о том, что у нас есть еще и другие живые стражницы, которых нам не показывали. Она говорит, что мне нужны стражницы. Но это прям их могила, да? Ну, у нас как минимум две живые. Третья КСД, еще две. Вот где еще две? Мы видели точно двух в Кондракаре. Да. Двух? Нет, это усатая, это кот какой-то. Это вообще не ее стражницы. Нет. Это был кот. Отличный ясный денек. Шаган до ночи не выползет из щели. Вилл, входи. Есть новости. Привет, Вилл. Мэтт! А как это? Ну, ладно, хорошо. Блин, как это? А как это? А может быть, просто это опять не Риса приняла облик Мэтта? Ладно, если даже ты можешь принимать облик Мэтта, тебе надо же за ним очень долго следить, чтобы хоть как-то, не знаю, речь скопировать, знания. Она вообще, у нее вся вечность была, чтобы это делать. Да не вся вечность. Она тут чуть-чуть там хлеб попекла, чуть-чуть там оракулом побыла, здесь немножко Мэттом последила. Да камон, это не так сложно. Правда превосходна. Где ты? Я считала, что ты... Вилл, мое бегство было глупостью. И глупо то, что я подумал, что смогу один... Я сейчас... У меня это, моль в кладовке. Я... Да, я скоро вернусь. Минуток через пять. Но не через десять. Вам как удобнее? Вам... Как мило, но... Но, скорее всего, это не риса. Ну, с кем он отцелуется, да, с не риса. Такая я захотела жить. Я боялась. Я думала, Шеган тебя схватил. С чего ты взяла, что это не так? Ведь принять облик Мэтта не так трудно, как ты думаешь. А, жесть. Шеган! Да, Вилл, он самый. Вот только цвет глаз уже не голубой. Сразимся, Шеган! Извините, извините. Мне нужно взять инсектицид. Бери. Еще увидимся. И очень скоро, поверь. Славно. До встречи. Но сначала я разберусь с Мэттом. Классно. Получается, не только Нериса может принимать облики, но и Шеган. Нет, точнее, он вернулся как будто в свое тело. Вот вопрос. Он вернулся в свое тело или принял облик? Он вернулся в свое тело, при этом, блин, что с сознанием? Я все так теряюсь в таких моментах, не могу до конца понять. Сколько памяти у тебя сохранилось? Кто ты? Шеган или... Проблема в том, что если ты помнишь все, тогда ты будешь любить. Да. Потому что... Но это получается уже совсем другая личность с какой-то остаточной памятью о той. И, короче, вообще непонятно. Пропорции непонятны. И, более того, непонятно, если он принимает Вита, тогда это вполне себе могла быть. И Янлин. Нет, я не была Янлин. Я имею в виду, что он мог превратиться в Янлин. Да, да, да. Просто он этого не сделал. Ничем. Ведь ты искал встречи? Что ж, все собрались на вечеринку, да? Впятером на одного это не в пользу. Каждый из вас. Дорожка побитая. Так, значит, у нас получается, у нас... Меня предупреждали, что в какой-то серии или в ряде серий отрезаны куски из-за того, что серия якобы слишком жесткая или не пропущена была по авторским правам. И в русском дублюже ее вообще никогда не было. Поэтому надо переключаться на английскую дорожку и непонятно, сколько это пройдет. Если мы увидим сейчас какой-то жесткач, наверное, это она? Each time one goes down, the hate of the others increases. I'm actually in danger of feeling full. It's us! Our hate! We're making him... Cornelia! Come on, Will! Is that the best you could do to save friends, family, and poor missing Matt? Your train's about to leave the station permanently. Oh, exquisite! No, I... I can't bear to end this now. I'd miss the purity of your hatred. It's so addictive. Wouldn't you agree? Wait. You're letting me go? Again? The game's just too much fun. The game's just too much fun. Not that much fun. And this can't be what Nerissa wants. What's really going on here? Can't finish what you started? I'll finish what I'm sated and not a moment sooner. Just ask your boyfriend. Oh, wait. You can't. I don't believe you. If you really hurt Matt, why show me any mercy? There's good inside. Please. I'm so bad I hate myself. You do, don't you? Ha! You don't really hate any of us. Nerissa's making you attack and you hate yourself for obeying her. No. Oh, cool. Прикольно. Прикольно. Да. Такая пошла. Аутоагрессия небольшая. Да, да, да. Как сопротивление. Он питается ненавистью, но сам, типа, так относится к себе. Да, к себе же ненавидит. He doesn't seem so big bad anymore. Yeah. Way to kill him with kindness. Compassion and mercy are more powerful than hate, Шейган. I can teach you that. No. And you can help me find Matt. No! The only Matt you'll never find is me at Sheffield every day reminding you that the real Matt is gone. Soon enough, you'll learn to hate me again! I'm starting already. Ха, прикольно. Кайф, кайф. Слушай, ну это правда прикольно. Блин, офигенный замес с этим Шейганом, или как его зовут. Он мне даже больше нравится, чем Мэт. Он прикольный. Классно, если бы он таким остался. Может быть, это вторая сторона Мэтта, потому что... Мэтт реально таким остается. Он станет добрым, но у него будет вот это... Он сможет перевоплощаться. Ну, это было бы... Это было бы классно. То есть вернется его сознание, но с его квинтэцентской силой. Нет, вот просто вот Шейган станет добрым, как был Мэтт. Ну, что-то такое. Вполне себе. Это было бы классно. Дин, зачем ты пришел? Ничего, мам. Но мы думали провести этот вечер вдвоем. Нет, это слишком. Дина я пригласила. Хватит мне ненавидеть. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Пусть даже с твоим учителем? Ну, он спас тебе жизнь. И думаю, что я с ним полажу. Очень мило с ее стороны. А это праздничная пицца. Деньги есть? Утешают, что хоть что-то не изменилось. Это мило с ее стороны, правда. Понятно дело, что мило. Но на чем построена эта трансформация? На разговоры с поэтом? Нет, она увидела, что он ее спас. Она важна для него. Это не просто какое-то... Нет, я к тому, что в нем тоже есть добро. Потому что она в учителе видела, как в Шегоне, только зло. Ну да, да. Она такая, вау, возможно, в моем учителе... Да, может быть и так. Может быть и так. Есть и добро. Отец! Все, Нериса, смирись. Мы облетели из конца в конец весь Хезерфилд. Ничего не выйдет. Верни меня домой. Есть ли дом там, где сердце? О, кто это здесь? Мама? Я Нериса Эмили. Не хотела тебя пугать. Твой сад такой ухоженный. Спасибо, Нериса. И не извиняйся. Ты знаешь, что подруги Кэссиди всегда желанные гости. Спасибо, Эмили. Она не знает, что это Нериса убила Кэссиди. Кэссиди. Видимо, не все об этом знают. И не все знают, как Нериса постарела. Или она все эти годы приходила к ней в гости, поэтому она не удивляется, что она такая старая, сморщенная. Как забытый авокадо у нас в холодильнике. А в медальоне чья-то фотография? Твоя память хуже, чем моя. Я же показывала. Здесь снимок Кэссиди. О, мама. Подожди здесь. Я принесу лимонад. Она скучает по тебе, Кэссиди. О, кажется, я все могу отдать. Не надо отдавать. Просто будь милосердна к матери. Скорей скажи, что ты хочешь жить. Да, я хочу жить. Сострадание – сильное чувство, если оно питает надежду. Надежда на то, что ты никогда не получишь. Это брешь в доспехах твоей души. И все, что мне нужно, чтобы ты была моей. Что происходит, блин? Как сложно сегодня. Нет, в целом все понятно. Она не хотела, чтобы она оживала. Она хотела, чтобы она тем самым раскрыла ту часть, которая за ее силу отвечает. Я так понимаю… И что, объясни, я не поняла. Ну, как я понял, что все качества человека так или иначе выражены в силе. Допустим, у нас есть негативные качества, обиды, злости. Вот это все в мстителях. Они… Ну, эта сила материализуется. Ей нужна была еще добрая сила. Ее желание, доступ к ее сознанию. А ну-ка. Потому что доступ к сознанию Мэтта она получила через его ненависть. Угу. Как и до этого получила доступ к мистеру Хагглсу. Мэтта и мистера Хагглс. Сознание. Да. Я поняла. То есть она через эмоции проникает. И вот сейчас она через эмоции проникла в призрак. Что? Живешь очень скоро. Как только ты заслужишь мне службу. Фильм дублирован. Она типа пленила ее сознание, я так поняла. Да. Точно так же, как и сознание тех персонажей, с которыми она раньше то ли дралась, то ли… Ну, в общем, понятно. Жесть какая-то. Нериса реально… Сука. Она реально злая тетка. Ладно. Ну, что-то какая-то эта серия была эмоционально… Эмоционально, точнее, информативно нагруженная. Супер информативно нагруженная. Я прям так… У меня даже немножко мозги заболели. А если без спойлеров, вы объясните некоторые детали, которые мы, возможно, не поняли с первого раза. Да. Я обращаюсь к людям, которые смотрели в 480-е годы. Потому что насчет камня вы объяснили, и это было без спойлеров, и это было классно. А что с камнем? Что это уже киналяп? Да, да. Типа, это все объяснение. Да. Ну, там еще объяснили про сердце Меридиана, сердце Кондракара. Ну, короче. Не, ну, это я понял. Просто там была вот эта непонятная мития. Да, да, это нас спутало очень сильно. Насчет того, что здесь происходит. Поясните, пожалуйста, за сознание, что это вроде как гипноз или… Да, что с метом, что вот сейчас с этой кости. Я так понимаю, что это работает как обычный, не знаю, гипноз или какое-то измененное состояние сознания, где добавляется новое альтер-эго, а не начиная друг к дружке. Ну, то есть мы это видели уже в сериалах и кино, когда внутренний такой барьер, и ты борешься сам с собой. Потом твоя добрая, конечно же, побеждает, и все идут целоваться за угол. Возможно, у нас будет примерно то же самое, но что призрака. Ну, это, конечно, очень интересно. Ладно, пишите, что мы тут все не поняли. Будем рады, если вы поставите лайк. Это не обязательно, но мы от этого становимся немножечко счастливее. И более того, люди, которые это тоже не смотрели, тоже становятся немножко счастливее, потому что им в рекомендациях это попадается. Все в счастье живут. Вы этим лайком вообще собачек бедных, вот такие вот собачки, которые по улице бегают, вот такие вот колбаски бы, и они тоже становятся немножко счастливыми. Как, спросите вы, просто поставьте лайк и узнаете. Выйдите на улицу, увидите пару счастливых собак. Это так работает. Все, со всеми прощаемся. Пока-пока. Пока.